Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о необходимости побелки деревьев в саду. Когда мы говорим о побелке, в старые времена мы вспоминали о том, что побелка это весеннее мероприятие. Как правило, побелка часто носит эстетический характер. Весна, солнце, уборка в саду, подготовка к весенним работам, красивые деревья, побеленные снизу и немножечко, возможно, веточки. Это было хорошей традицией уборки и весенних субботников. Однако же, побелка несет в себе массу полезных утилитарных свойств. Одна из главных функций поделки – это отражение солнечного света от стволов деревьев. В этой связи необходимо белить растения как можно выше, для того, чтобы большая площадь стволов и ветвей была покрыта белой краской. Для чего это нужно? Связано это с тем, что в поздний, зимний и ранний весенний период, когда погода еще морозная, а солнце уже сильное, яркое и теплое, стволы разогреваются, ветви разогреваются, сюда устремляется сок, начинается сокодвижение, приходит ночь, температура падает, ствол замерзает, из-за этого появляются трещины. Трещины являются сильными воротами для инфекции. В этой связи, чтобы предотвратить подобного рода растрескивание, необходимо белить деревья. Некоторые садоводы утверждают, что это совершенно бессмысленная процедура и вообще никак не связаны и не стыкуются с природным земледелием. Однако же, если мы посмотрим в природу, многие деревья умеренной зоны именно себя так и защищают, особенно те, которые преимущественно растут на опушках. Береза, тополь, осина, клён и многие другие лиственные деревья имеют белую или серую окраску коры. Именно поэтому, когда листвы нет, когда стволы и ветви находятся в неестественно сильном освещении, вот таком, какого не бывает летом, растения и приобрели вот такую вот окраску коры и стволов. Поэтому мы как бы симулируем такую окраску у тех деревьев, которые растут у нас в саду и которые не приспособлены, природно не приспособлены к такому вот одиночному стоянию или нахождению под сильными солнечными лучами. Какая же побелка справится, какой состав справится с функцией отражения солнечного света? В первую очередь, конечно же, нам важен цвет. Чем более белый цвет будет, тем эффективнее будет наша побелка. В этой связи любые составы, это и на виниловой основе, и на латексной основе, на акриловой основе, водуэльмуссионные и прочие составы в полной мере решают эту задачу. Единственное предостережение здесь должно быть, это то, что в промышленные составы для покраски и даже побелки входят такие нежелательные в саду вещества, как оксид цинка, оксид титана и оксид свинца. Именно поэтому необходимо очень внимательно читать состав таких красок, для того, чтобы не попасться на вот такие вот нехорошие с экологической точки зрения, с точки зрения здоровья компоненты в составе таких красок. Конечно же, предпочтение в таком случае надо отдавать краскам, состав которых входит в нее. Это природное вещество, которое обладает достаточно белым цветом, чтобы отражать большое количество солнечных лучей. Вторая функция побелки состоит в том, чтобы отражать не просто все солнечные лучи, а обилие ультрафиолетового излучения, которое появляется как раз в конце февраля-начале марта. Дело в том, что в связи с обилием ультрафиолетового излучения в этот период, растения, готовясь к зиме, накапливают в своих ветвях достаточное количество антоцианов. Обратите внимание, что к зиме, ближе к зиме, цвет веточек становится более таким красным, более бордовым. Это легко можно заметить по березе, ну и по культурным растениям, таким как вишня, яблоня, груша и другие растения. Антоцианы предохраняют веточки и стволы молодых деревьев от излишнего ультрафиолетового излучения. Профилактикой будет также нанесение светоотражающих растворов красок белого цвета. Однако необходимо помнить, что если вы подковырнете немножечко веточку, то сразу же под тонкой корой вы увидите зеленый слой. Этот слой зеленый, он близок к камбию, камбий, он способен к фотосинтезу. Это очень важная функция молодых стволов и молодых ветвей. Дело в том, что весной, когда начинается сокодвижение, растение начинает фотосинтезировать, пускай и не так сильно, как летом с помощью листвы, но все-таки для того, чтобы накопить питательные вещества, дополнить те вещества, которые были накоплены с осени и обеспечить очень активный рост деревьев в весенний период. В этой связи необходимо очень тщательно подумать о тех сроках нахождения побелочных составов на коре и на ветвях деревьев. Дело в том, что если мы будем применять составы с длительным сроком сохранности, мы будем угнетать вот эту очень важную для деревьев функцию фотосинтеза с помощью ветвей. Само же растение регулирует накопление антоциана, вот этой непрозрачности коры. В зиме она выше, а к весне антоцианы разрушаются, обеспечивая хороший доступ солнечного света к тем слоям тканей, которые находятся непосредственно под корой и помогают растениям активировать свой рост весной. В этой связи срок нахождения наших побелок на ветвях деревьев в умеренной зоне не должен превышать 5 месяцев. Ну на какой период нам это надо сделать? На ноябрь, декабрь, январь, февраль и март. А в апреле уже сильная весна, уже в общем-то как раз идут все те процессы, о которых я говорил. Конечно, в более северных регионах, где ноябрь может быть уже настоящей зимой, а апрель все еще со снегом, со снежным покровом, и вегетация растений еще не начинается, можно подбирать такие составы, которые будут сохраняться до 7 месяцев. Однако составами с длительным сроком нахождения на ветвях и на деревьях, что в общем-то характерно для многих полимерных составов, современных составов садовых красок, так называемых, вот нахождение таких составов является нежелательным. Следующая функция, для которой необходима побелка, это подсушивание поверхности ствола. Дело в том, что особенно на старых стволах, там где кора рыхлая, хорошо впитывающая влагу, создаются благоприятные условия для размножения или по крайней мере сохранения различных фитопатогенов, вредителей болезни. В этой связи при нанесении составов на поверхность происходит подсушивание этой коры и создание неблагоприятных условий для сохранения там всевозможных инфекций и вредителей. Вот как раз с функцией подсушивания справятся многие полимерные краски не в состоянии. И уж тем более не в состоянии справятся фасадные краски. Краски предназначены не столько для садовых целей, сколько для покраски стен, фундаментов и так далее. Как правило, это водоэмульсионные краски. Вот такими красками для побелки деревьев не стоит пользоваться вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Хотя они и могут длительное время сохраняться и обеспечивать отражающиеся. Однако прочие функции они совершенно не обеспечивают. Следующая функция, которая принадлежит побелке, это защита деревьев, стволов деревьев и крупных веток от обледенения. Не секрет, что зимой случаются периоды оттепелей, морозных дней и может случиться так, что ветви крона будут обледеневаться. Лед может составлять существенную массу нагрузки на дерево, что может приводить к обламыванию ветвей и нарушению структуры крона. В этой связи хотя бы защита крупных магистральных ветвей и стволов от обледенения является хорошим подспорьем в защите растений от различного рода травм и появления ран. Следующая функция, которая характерна для особенно молодых деревьев и более тонких деревьев, это защита от иссушения. Дело в том, что зачастую не так страшны морозы для плодовых деревьев, сколько потеря влаги через тонкую кору при сильных ветрах, сильных морозах и таким образом почки, к сожалению, подмерзают, погибают. Нанесение побелочных составов будет защищать наше дерево от таких неблагоприятных факторов. Следующая функция, которую выполняет побелка, это защита от вредителей. И хотя непосредственно побелочные составы несектицидами не являются, однако, во-первых, они могут содержать в себе дополнительно введенные туда несектицидные компоненты, какие мы поговорим и в других видео тоже. И также они создают механические барьеры и определенные дискомфорты и неудобства для распространения вредителей по стволу, по ветвям, а также неблагоприятные условия для их там сохранения в течение зимы. В этой связи побелка также защищает и от вредителей. Побелка также является и фунгицидным средством. Во-первых, если мы используем не меловые составы и уж тем более не полимерные составы для покраски, а используем именно известь, ее раствор, ее вот это известковое молоко, муть, взвесть являются высоко щелочным раствором. Именно щелочность раствора обеспечивает такое сильное фунгицидное действие побелки. Только нужно знать правильный рецепт. Кроме того, в состав побелки могут вводиться такие фунгицидные вещества, как железный или медный купорос. Какой из них лучше использовать, медный или железный, обязательно поговорим с вами. Кроме того, побелка может обладать также благодаря сильно щелочной реакции и бактерицидным действиям, тем действиям, которыми не обладает купорос. В этой связи именно побелка на известковой основе является хорошим дезинфицирующим средством. Проникая в раны, проникая в какие-то повреждения коры, даже микроскопические, которые не всегда можно обнаружить беглым осмотром, она проводит очень хорошую дезинфекцию и благодаря определенным компонентам держится на дереве как раз необходимое нам время. Вот в этой связи, если подытожить то, что я говорил, нужно сделать очень большой и серьезный выбор в пользу побелки осенью. Потому что именно осенняя побелка позволит вам обеспечить все те полезные функции, которые побелка и дает нашему саду. Это касается и плодовых деревьев, и некоторых декоративных растений, деревьев, которые также могут страдать от всех тех проблем, о которых я только что сказал. Все-таки, если вы живете в умеренной зоне и в более северной, то побелка вам абсолютно необходима. Кроме того, она абсолютно необходима для тех сортов плодовых деревьев и декоративных растений, которые считаются более южными. Ведь селекционеры зачастую не ведут селекцию на защиту дерева от обморожений, на защиту деревьев от солнечных ожогов, вот этих трещин. Они ведут селекцию на повышение продуктивности, вкусовых качеств, внешние признаки, но иногда немножко на болезни. Особенно южные сорта в северных регионах являются особенно чувствительными по всевозможным зимним повреждениям. Именно поэтому побелка им абсолютно необходима. Ну, а если вы живете в более южных регионах, то, конечно, вопрос белить или не белить находится полностью в плоскости особенностей вашей местности. Если у вас снежный покров сохраняется длительное время, в течение весенних месяцев в том числе, то, конечно, нужно белить. Если же у вас снежного покрова и вовсе нету, или он находится непродолжительное время, то от побелки можно и воздержаться. Но все-таки нужно помнить, что побелка, кроме защиты от солнца, обладает еще целым большим комплексом полезных средств. Поэтому все-таки нужно сделать большой выбор в пользу побелок. На этом я прощаюсь с вами. Смотрите в нашем следующем выпуске рецепт хорошего побелочного состава, который в полной мере обеспечит все те пользы, которые приносит это осеннее мероприятие. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего.